Каждый родитель желает знать. Программа для папы-мам на детском радио. Здравствуйте, уважаемые родители. На часах 10 вечера с вами ведущая Елена Самолова, и это значит, что в эфире программа для вас. Всё ли вы сегодня успели? Поработали? Пообщались с ребёнком? Сделали домашние дела? Наверняка что-то всё-таки осталось без внимания. Вы переживаете? А может быть не стоит? Поговорим о том, как современной маме совмещать многочисленные обязанности, а также о том, как важно папе от неё не отставать. На этой неделе у нас замечательный эксперт, семейный психолог, педагог, публицист, основатель Института развития семейного устройства Людмила Петрановская. Людмила, добрый вечер. Здравствуйте. Каждый родитель желает знать. Проблема, которая встаёт сейчас перед многими женщинами, это что им выбрать. Семью или работу? Материнство или работу? Хотя, наверное, всё-таки сейчас уже у женщин не так остро стоит эта задача, как раньше. Ведь раньше очень многие женщины отказывались от детей ради карьеры. Сейчас уже как-то это уходит на задний план. Или у вас, как у практикующего психолога, другое мнение по этому поводу? Ну, слава богу, мы сейчас не живём в то время, когда нужно выбирать детей или карьеру. Наверное, есть какие-то уникальные случаи, когда человек настолько поглощён своим делом, и при этом для этого дела как-то могут быть непоказаны роды. Я не знаю, там какая-нибудь моя пресецка, наверное, оправданы какие-нибудь такие вот единичные случаи, когда человек будет совершать выбор. Ну, сейчас, если раньше у фигуристов, у многих жизнь складывалась так, что они оставались без детей, потому что посвящали всю свою молодую жизнь, карьере. Сейчас практически у всех фигуристов есть дети, и не по одному. И это не мешает им потом получать ещё и золотые медали на ребяти. И слава богу, медицина не стоит на месте, всё это должно компенсироваться и так далее. То есть, если мы говорим про физиологическую сторону, собственно говоря, роды, возможные осложнения, беременность и так далее. Но если мы говорим просто про наличие детей, то уж точно, если есть желание, у кого-то просто нет, и кто-то другом реализуется. Если есть желание, то я не представляю себе, что такое может этому помешать, чтобы нельзя было совместить и реализацию, свою родительскую реализацию. Тогда задам вопрос по-другому. В работе. Если вопрос идёт не только о том, чтобы ребёнок родился, да, и кто-то помогает, а о том, чтобы совмещать работу и его воспитание. Всё время есть такое чувство вины. Боже мой, я так рано вышла из декретного отпуска. Боже мой, я что-то ему не додала. Кто-то говорит, что достаточно немного времени проводить с ребёнком, но чтобы это время было эффективным. С другой стороны, вот мы с вами, например, в первой программе говорили о привязанности, да? Ребёнок же должен чувствовать, что мама есть. А если мама всё время на работе, он же, наверное, испытывает стресс. Вот как здесь быть? Как сочетать вообще материнство и работу? Ну, тут очень много всего и очень много таких наполставаний и различных стереотипов. Прежде всего, почему только мама? У ребёнка есть обычно, слава богу, не только мама. У ребёнка есть папа, у ребёнка могут быть бабушки, дедушки, когда-то няни, старшие братья, сёстры. И всё, все эти люди вместе составляют его круг привязанности. Всё-таки, конечно, есть семьи, где только мама, но это не большинство таких семей. И я думаю, что даже эти семьи, ну, логика будет двигаться в ту сторону, чтобы они объединялись и как-то всё равно помогали друг другу с детьми. Потому что когда женщина совсем одна с ребёнком, это, конечно, непросто. Нагрузка очень большая и физическая, и психологическая. Сейчас уже такие формы появляются, да, когда живут вместе, помогают друг другу с детьми. Такие семьи, общины, да, такие маленькие, конечно, небольшие, но это точно лучше, чем одной рвать жилы, пытаясь там успеть всё и везде. Дальше. Откуда у нас мысль, что если ты пойдёшь на работу, то нужно обязательно всё с концами, что тебя не будут видеть? Ну, значит, надо как-то делать так, чтобы женщина не находилась в мучительном выборе или работая, или ребёнок. Нет никакой необходимости почти никогда, чтобы на работе ты пропадал по 12 часов в сутки, без выходных и так далее. Значит, надо регулировать режим труда и отдыха, да. Надо думать о том, что если у тебя есть дети маленькие, дошкольного возраста, и там младшего школьного, который нуждается в тебе много, значит, задачи работодателей в том числе, ну и работников тоже, да, придумать такие режимы труда. Кстати, не только для мам, но и для пап, потому что пап тоже вообще хорошо бы, чтобы знали в лицо своих детей, да. Они брали из детского сада чужого, да. Да-да-да. И участвовали в заботе о ребёнке. Очень часто, кстати, последний год как раз связанный с пандемией нам это показал, очень часто наши представления о необходимом присутствии на работе физическом сильно преувеличены. Очень часто совершенно можно, не снижая серьёзно продуктивность и эффективность, не требовать от людей присутствия на работе, там, с 9 до 6, кровь из носу, да, а как-то более гибко к этому подходить. Ну, это такие внешние факторы. А ведь очень часто бывает основная проблема-то в голове у нас, у мам. Ну, в голове проблема именно от представлений, от таких вот очень обобщённых категорических представлений, что или, или, если ты вышел на работу, всё, ребёнок тебя не увидит. Если ты, если он тебя не видит с утра до вечера, то всё, привязанность пропала, да. Ну, это же все вот эти вот очень сильные обобщения, это всё-таки невротические обобщения. В реальности всё, конечно, гораздо более гибко. У нас нет задачи, чтобы ребёнок никогда в жизни за всё своё детство не расстроился из-за того, что мама нет рядом. Ему вообще-то предстоит жить отдельно. Ему нужно научиться жить с той мыслью, что ты не всегда будешь с мамой. Если для него в его первые месяцы жизни эта мысль непереносима, в его первые годы жизни она неприятна, то в подростковом возрасте его может это порадовать, пожалуй, да, что мама не всегда рядом. И это некая динамика, да, он идёт в этом направлении. Поэтому довольно редко женщина хочет выйти на работу в первые полгода жизни ребёнка, да, обычно, особенно если это там ребёнок, который, ну, такой запланированный, долгожданный, обычно она наслаждается в эти полгода именно тем, что она может быть с ним. Через полгода появляются какие-то такие мысли, они свалились ли хоть надолго, хоть ненадолго, да. И тут как раз все варианты там фриланса, все варианты неполной рабочей недели, неполного рабочего дня, да, которые позволяли бы оставляться в профессии, развиваться, зарабатывать, но при этом достаточно много времени проводить с ребёнком. Потом ещё ребёнок подрос, там, 3 года, да, он вполне может идти в детский сад или проводить время там с бабушкой, с няней, с какими-то братьями-сёстрами, и мама вполне может отсутствовать дольше, да. То есть это же не какой-то вот вопрос рубильника или-или. И задача тут смотреть на это гибко. Мы живём свою жизнь, дети приходят в нашу жизнь. Ну, смотрите, вот так задам вопрос. Очень часто, особенно, ну, если брать даже примеры публичных людей, которые добились успеха, да, когда у них рождаются, например, не знаю, в студенческом браке первый ребёнок, и у них ещё столько много задач, и они ещё сами молоды, и им кажется, что они не могут концентрироваться только на своём ребёнке, да, они его то одному подбросят, то другому, то сами с ним понянчатся, и у них много всяких разных задач. А потом, через много лет, где-то, может быть, не добрав этого материнства, ну, такое это же тоже не секрет, да, им очень хочется вот насладиться, прям получить вот это удовольствие. Рождаются дети, чаще всего это уже даже поздние какие-то дети, и тогда вот на них уже прям вот шквал этой материнской любви. Нет, они всё равно могут работать, эти женщины, да, там, не всё время проводить с ребёнком, но всё равно ему достаётся больше. Вот какие плюсы и преимущества получает первый ребёнок, которому, может быть, где-то вот не додали этого внимания, но у него были молодые активные родители, и в чём плюсы второго ребёнка, которого вот нянчат, ему так много внимания. Ну, я не очень понимаю, какой нам смысл, да, эти преимущества там себе перечислять, потому что... Так женщины-то часто же убиваются. Боже мой, сколько же я не додала своему старшему ребёнку. Ну, старшему не додала, младшему вынесла мозг, да, своей там тревогой и вниманием. Нашли минус во второй ситуации. Понятно, что у всего есть какие-то свои там преимущества. Я бы здесь всё-таки смотрела не только... Ну, как бы всё время такой где-то центризм у нас, да, мы всё время смотрим со стороны ребёнка. Со стороны, если смотреть женщины, неслучайно мы сейчас видим рост возраста, появление первого ребёнка. Ну, всё-таки сейчас это обычно можно как-то контролировать, да, и всё это управляемо более-менее. Мы видим, что женщины рожают позже. И это, наверное, разумно, потому что... Ну, в каких-то пределах, да, физиологически разумных. Потому что, действительно, когда человеку, там, 22, когда он молод, когда у него полно каких-то других задач и интересов, если недостаточно помощи в этот момент, там нет какой-то бабушки, которая готова активно помогать, то, может быть, непросто. Ну, это не значит, что нельзя справиться. Многие родители прекрасно справляются, у них вырастают прекрасные дети. Но если мы посмотрим на интересы всё-таки родителей, да, не только детей, то, конечно, наверное, студенческие годы не самое лучшее время для появления детей. Лучше бы это дело отложить. Но с другой стороны, ведь эти дети получают активных родителей, которые, может быть, даже где-то больше становятся их друзьями, чем те... А зачем им друзья? Им родители нужны, а не друзья. Друзья им зачем? Они получают активных родителей, которые, ну, при всём при том, либо они всё время думают о том, куда бы эту ребёнка подкинуть, да, чтобы пойти заниматься своими делами, либо они ответственно впрягаются, но за счёт себя тогда, за счёт того, что, ну, лишают себя каких-то... какое-то времяпрепровождение, которое, в общем, наверное, им было бы неплохо в их там... И мечтают о том, как они оторвутся потом. Опять-таки, когда это норма для всех, когда у всех так, да, я помню, что вот когда я заканчивала университет, на филфаке я училась, к моменту завершения, там, чуть ли не у половины девочек на курсе были уже дети, да, то есть когда это норма, то это норма. Но когда это только, например, у тебя, то, конечно, может быть такое, ну, чувство изолированности, да, пока все остальные предаются... Радости, молодости. ...молодёжным каким-то увлечениям. Ведь молодёжное увлечение – это не обязательно, обязательно, там, пьянки-гулянки, да, это может быть путешествие, это может быть... Вот как раз когда гореть на работе, вот так, вот в 25 лет самое время, там, пропадать на работе, ночь-полночь, выходные, если у тебя... Ты увлечён своим делом, если тебе это нравится, если ты, там, полностью в этом проекте, да ради бога, да, вот самое время. И здоровье ещё позволяет, ещё на танцы потом успеешь сходить после того, как поработаешь, да, по 16 часов, и никто тебя дома не ждёт, да, это... Ну, это как бы вот нормально. И когда ты в 35 рожаешь первого ребёнка, то ты уже сделал эту карьеру, тебя уже знают, тебя уже ценят, тебя уже подождут весь твой декрет. А если не подождут? Ну, если не подождут, то в любом случае ты к 35 годам уже что-то из себя представляешь. У тебя может быть какой-то запас денег, у тебя может быть запас квалификации, у тебя есть связи, у тебя есть какая-то репутация, что-то, да, что позволит тебе... Ты уже понимаешь, что это... Спокойнее себя ощущать. Ну, что-то отложить, как-то подстраховаться, о чём-то передоговориться, да, как-то планировать вот это своё время. И дальше уже в зависимости от ситуации как-то с этим обходиться. Например, многие женщины после рождения ребёнка ну, очень сильно пересматривают свои профессиональные ориентиры, да, им перестаёт нравиться та сфера, в которой они работали раньше. Даже если они там были очень успешны, там, сделали карьеру, их там ждут с распростёртыми объятиями. Ну, им перестаёт быть интересно. Многие после появления ребёнка открывают для себя вот гуманитарную сферу, условно говоря, да, то есть до этого им было интересно с цифрками, а сейчас они думают, какие цифрки, зачем мне это, какие-то финансы, какие-то отчёты, какие-то цифры, какие-то показатели, да, зачем мне это всё нужно. Вот оказывается, как интересны люди, да, как интересны дети, как интересно, появляется интерес к какой-то социальной деятельности, к благотворительности, например, да, к сфере там, ну, вообще со всем, всем связанным, с семьёй, с детством, может быть, со здоровьем. И многие меняют профессию, гуманизируются, да, после рождения ребёнка. Тоже нормально. Но ведь даже если человек меняет профессию и приходит в совершенно новую сферу, его там какие-то софт-скейлз с ним остаются. Он к 35 годам уже их имеет. Он умеет что-то, он умеет планировать, договариваться, он умеет там выстраивать процессы, он это всё использует. Поэтому я думаю, что вот эта тенденция, которую мы сейчас видим, которую все отмечают, более позднее вхождение в родительский возраст, она, в принципе, на благо. И детям, и родителям. А вот давайте поговорим о чувстве вины, которое, да, испытывают. Ну, многие же мамы, сидя на работе, испытывают чувство вины. Что им с этим чувством вины делать? Сколько вообще достаточно ребёнку для нормального развития находиться с мамой, чтобы она не переживала, что там она всего 15 минут в день с ним провела, только уложила его спать, а весь остальный день она была с бабушкой. Вот давайте сейчас разберёмся с вот этими мамиными чувствами. Ну, никто не скажет вам, сколько минут достаточно, сколько минут недостаточно, а кто скажет, тот заливает. Поэтому это всё очень по-разному, и у мамы тоже разная ситуация. И ребёнок в разной ситуации нуждается в разные дни. Когда ребёнок несчастный, болеет, у него зубки режутся, ушки болят, не знаю, или если он постарше, у него там какая-нибудь ситуация драматичная, не знаю, с друзьями. Понятно, что он больше нуждается, чем когда он бодро, весело, активен, и вообще думает сейчас не о маме, а о том, что у него новые ролики, он сейчас пойдёт учиться на них кататься. И тогда он может не заметить вообще, что мам целый день не было, потому что он чем-то занят был другим. Поэтому тут опять мы говорим о том, что мы в контакте с состоянием ребёнка, с потребностями ребёнка. Ну и у мамы, соответственно, на работе могут быть разные обстоятельства. Когда-то бывают овралы, когда-то бывают какие-то экстренные ситуации, ничего нет в этом страшного. Можно про это говорить, можно просить ребёнка потерпеть, можно после этого взять отпуск и с ним побыть. То есть это всё такая гибкая, динамическая ситуация. История про то, что там 15 минут, или час 15, или 2.15, вынь, да положь, и если да, то выдохни, а если нет, то ты не мать и ехидна. Но это такие истории неправдоподобные весьма. И 8 раз погладь по голове, да? Да, посчитай, пальцы загибая. Но ведь есть же такая проблема завиноваченности? Ну, есть, потому что, конечно, мы сейчас находимся, мы живём в мире после демографических переходов, когда дети – большая ценность. Дети – большая ценность, общество хочет, чтобы с ним всё было хорошо. А кто, собственно говоря, обязан сделать так, чтобы нам было хорошо? Не детям, а нам. Чтобы нам было хорошо, чтобы мы были уверены, что с детьми всё хорошо. Потому что это входит в наши желания, в наши ценности. Мы хотим, чтобы с детьми всё было прекрасно. Кто должен сделать? Тот, кто не может убежать. Кто не может убежать? Мама. Вот, мама, сделайте, пожалуйста, нам, чтобы с вашими детьми всё было хорошо, чтобы мы не переживали. Вот такой вот сейчас месседж очень сильно идёт от государства и от общества в сторону мам. Сделайте так, чтобы ваш ребёнок не орал нам в самолёте, не мешал нам отдыхать, но так, чтобы, упаси Боже, вы его не шлёпнули. Как-нибудь так, сделайте так, чтобы вы на него не воздействовали, но при этом, чтобы нам было комфортно. Ну, естественно, в этой ситуации мама оказывается крайней. Она должна... Потерпеть никто не готов, помочь ей развеселить этого ребёнка никто не собирается, но при этом ей запрещено на него строго воздействовать, потому что это тоже будет нам неприятно. Ну, вот это такие несправедливые, я бы сказала, послания, такое несправедливое отношение к... Причём на папу это не распространяется, это только мамы такие. Тут уже такие гендерные есть стереотипы. Ну, и заставляет женщин постоянно чувствовать себя виноватыми, и у кого-то это потом проявляется в депрессивных состояниях, у кого-то в тревожных, а у кого-то в раздражении, в агрессии на окружающих. И в частности на ребёнка. В частности на ребёнка. Ну, так тут надо как бы всё-таки брать на себя ответственность. Если мы понимаем, что для нас, как для социума сейчас дети, это ценность, ну, значит, мы должны как-то распределять эту ответственность, а не только спихивать её всю на родителей. Ну, вот смотрите, есть же такая история про то, что родители, будучи занятыми, своё времяпрепровождение с ребёнком стараются сделать наиболее эффективным. Нет, ну как же мы так будем сидеть дома сейчас? Раз мы с тобой, мы должны сейчас, не знаю, пойти туда, сюда. Фейерверк, много всяких разных вкусностей. Вот это нужно, или это вообще уже лишнее? Если это доставляет удовольствие и родителю, и ребёнку, то почему нет? Если это через силу, ну, просто люди разные, да, для кого-то, у кого-то там отдыхать, это именно вот такие вот дофаминовые фейерверки. Поехать, новые впечатления, новая еда, там, ну, такое. Для кого-то отдыхать, это сидеть в обнимку на диване и смотреть уже известный сериал, который уже знаем, что будет, и поэтому, и поэтому не нервно, да. То есть люди разные, то, что вам обоим доставляет удовольствие, то и хорошо. Нет никакой здесь общего для всех правил. Если вы через силу это делаете, если вам хочется на диване, а вы зачем-то едете в музей, ну, наверное, тогда вот надо подумать, а вы кому это, для кого это делаете. А что делать, если у родителей и ребёнка темперамент разный? Ну, значит, надо искать какие-то варианты, у кого-то с ним совпадает, может быть, если он хочет путешествовать, бабушка, может быть, такая же активная, да, а родители в это время на диване, или наоборот. То есть как в любой семье, да, слава богу, мы все в семье обычно всё-таки подбираемся более-менее разнообразной. Надо искать какие-то варианты. Точно совершенно не должно это, из чувства вины, время с ребёнком не должно превращаться в каторгу, да, и в такую отработку времени своего отсутствия, чтобы качественно туда впихнуть. И ребёнку важен контакт, ему важно, чтобы он видел, что вы ему рады, что вам с ним хорошо, что вы сами более-менее в порядке. А что там вы будете с ним вместе делать, это уже вариативно. То есть удовольствие с надрывом это хуже, чем... Да, где надрыв, там нет удовольствия. Какое там удовольствие? Работающая мама, ей нужны помощники. Ну, первый помощник, наверное, это папа, ну, в большинстве случаев. Вот чего не хватает с точки зрения практикующего психолога нашим папам? Вот какие главные проблемы есть у пап, как у помощников? Главная проблема – это идея о том, что папа – это помощник. Потому что папа – это не помощник. Папа – это второй родитель этого же ребёнка. Оба родителя несут абсолютно равную ответственность перед законом и перед обществом за этого ребёнка и перед самим ребёнком. А то, как я задала вопрос, говорит уже о том, что у нас есть такое мнение. Это есть такое мнение, да, есть такой генеральный стереотип, что дети – это дело женщины. Какой хороший у неё муж, он ей с детьми помогает, да? И это ситуация, которая нехороша ни для кого. Она нехороша для женщины, потому что на неё падает весь груз ответственности. Даже если муж делает что-то там конкретное, то всё равно все решения принимает она, вся ответственность на ней, вся тревога её и не с кем её разделить. Это очень выматывает, очень истощает. Известно, что истощает, прежде всего, принятие решения. Нет ничего такого сложного в том, чтобы помыть ребёнка или там одеть его. Сложно это думать всё время, это думать, принимать решение, так или так, делать то или это. Если считается, что всё это должна делать женщина, если она принимает решение, и весь детский менеджмент, всё там планирование недели, да, все там дадут учёт, когда кончатся памперсы, когда нужно поменять ему обувь, потому что он вырос, когда нужно сделать прививки, когда нужно отвезти к бабушке. Если всё это только в одной голове, это всё истощает саму по себе. Потому что это работа менеджера, извините, это работа достаточно сложная, трудоёмкая, высокооплачиваемая в норме. Поэтому, когда она вся полностью в маминой голове, то мама устает. Уставшая мама – это не есть хорошо ни для ребёнка, ни для её мужа. Минусы для папы в том, что положение помощника не сводит его на роль такого мальчика на побегушках, который некомпетентен в деле выращивания собственного ребёнка, который памперсы не может купить, пока 10 раз маме не позвонит и не уточнит, и всё равно не те купят и окажется неправильно. У нас же всё равно есть особенности психологии мужчин и женщин. Ведь нельзя же сказать, что у нас абсолютно одинаковая психология. Но есть какие-то вещи, я не знаю, даже уже эксперименты показывают, что мужчинам проще ориентироваться в пространстве, где-то в лесу, но они в большинстве своём, и это правда, не могут найти кастрюлю в холодильнике, если она стоит не на том месте. Или это их избалованность, или это им легко так прикрываться? Ну, насколько я знаю, если говорить про какие-то исследования, то разница между мужским и женским мозгом, во-первых, всё-таки сильно преувеличена, ну, ориентировка в пространстве прекрасна, да, пускай ориентируется, кто же против, на кастрюлю просто уже найдут, да? Да, кастрюлю найти, для этого не нужно какие-то выдающие способности про ориентировки в пространстве, нужно просто включиться. Там у женщины обычно больше развит эмоциональный, вербальный интеллект, тоже замечательно, это, например, даёт ей какие-то, опять-таки, у среднестатистической женщины, у конкретной женщины может быть лучше пространственный интеллект, чем у любого мужчины, а у конкретного мужчины может быть лучше вербальный, там, эмоциональный, да? Но это актуально все-таки более, когда мы говорим про грудного неговорящего ребенка. Ну, да, обычно грудных неговорящих детей, опять, в среднестатистической женщине легче понимать потребности ребенка, чем среднестатистическому мужчине. Но это довольно короткий период в жизни ребенка. Собственно говоря, уже с двух лет он может словами через рот сказать, что ему нужно, и никакое строение мозга тебе для этого, в общем, ни к чему. Это первое. Второе, наш мозг не оказывается таким с рождения. Мы тренируем то или другое. Поэтому чем больше тот же мужчина бы общался с младенцем, тем лучше бы он понимал младенца, собственно говоря, что мы и наблюдаем, когда такое происходит волею судьбы, что мужчина становится основным заботящимся лицом. Он прекрасно понимает этого младенца, прекрасно развивает все там, что гипотетически, мифически у него недостаточно развито. Каждый родитель желает знать. Время нашей программы подошло к концу. Продолжим разговор с семейным психологом, педагогом и основателем Института развития семейного устройства Людмилой Петрановской уже завтра. Поговорим о том, где родителям искать помощи. Вызвать бабушку, нанять няню или отправить ребенка в ясли и детский сад. Плюсы и минусы всех вариантов разберем в 22 часа по московскому времени. Не пропустите. А на сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте дети.фм. Там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Друзья, до завтра. Всем хорошего вечера. Каждый родитель желает знать. Программа для баб и мам на детском радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова